11.04, московское время, в студии Финам.ФМ Олег Винокуров и Валерий Винокуров, и мы начинаем очередной выпуск программы Прессинг, в котором будем говорить о зимних видах спорта, ну самое время, что ни на есть, зима уже не то что катит в глаза, уже прикатила на лыжах, собственно о лыжах, о биатлоне и других играх патриотов, как я это называю, почему объясним позже, во что они обходятся, кому все эти игры, вот об этом и поговорим. Собственно, Олимпиада в Сочи ведь тоже приближается с каждой секундой, и участвовать в этом разговоре будет вместе с нами наш гость Андрей Кондрашов, ныне наш коллега, спортивный журналист, обозреватель, телекомментатор и радиокомментатор, ну изначально ты и тренер, между прочим, биатлонный. Вот это очень важно. Конечно, поэтому Андрей, во-первых, здравствуйте, во-вторых, мы рассчитываем на вашу оценку всех явлений, так сказать, с разных сторон, с разных ваших ипостасей, скажем так. Вообще, спортивными журналистами люди становятся, из разных профессий приходят, и как раз, когда тренер приходит в спортивную журналистику, это редкий случай, все-таки, ну, часто это не бывает, поэтому это очень ценно, я подчеркиваю, обстоятельства. Мы ценим вас, имейте в виду. Переходим к разговору. Случайно у меня это получилось, но это, наверное, история для другой программы. Вот именно. Значит, друзья мои, я уж не знаю, согласитесь ли вы со мной, вот я почему решил назвать эти зимние виды спорта играми патриотов, это совершенно случайно мне пришло в голову, что вот мы сейчас говорим о том, как вообще популярен становится тот же биатлон, что он там выходит на второе место после футбола по популярности вообще среди российских любителей. Спорта. Ну вот, смотрел я тут в какой-то момент состязания и понял, что, наверное, может быть, даже основная причина этого, ну, или, по крайней мере, одна из причин, а вот я повторю, может быть, даже основная, заключается в том, что здесь же патриотический фактор работает каждый день. Наши соревнуются с не нашими. А поскольку у нас сейчас, ну, в обществе это главная тема, и даже там, предположим, недавно прошедший этап Евротура вот в Москве хоккейного, это подтверждает, когда полные трибуны на каждом матче, в общем-то, заурядного, скажем так, хоккейного состязания. Ну, потому что вот этот фактор, вот этим биатлон лыжной гонки, ну, или другие вот зимние виды спорта выгодно отличаются. Я думаю, что чемпионат России по биатлону вообще никто смотреть не будет. Нет, Олег, ты ошибаешься, у чемпионата России в последнее время тоже, насколько я знаю, довольно хорошие телевизионные рейтинги, безусловно, уступающие международным соревнованиям. Вот, например, чемпионат Германии по биатлону очень смотрибелен, это я знаю точно. Ну, в силу того, что и в Германии биатлон, так же, как и в России, на первых местах из телевизионных классификаций рейтингов. Что касается нашей против не наших, соглашусь, это одна из причин интереса к любому виду спорта. Хотя, возражу, ну, например, Формула-1, правда, я сразу же оговорюсь, что, по моим сведениям, я думаю, что они достаточно объективны. Все-таки телевизионный интерес к Формуле-1 у нас уступает биатлонным состязаниям. И, тем не менее, все равно он достаточно высокий, хотя наши там, в общем-то, хоть и против не наших выступают, но очень и очень скромно. Андрей, ну, знаешь, вообще это очень раздражает меня, например, что наши против не наших. Потому что получается так, что наши телекомментаторы, радиокомментаторы, они ведут репортаж не о соревновании как таковом, а об участии наших спортсменов в этом соревновании. Это вообще страшно раздражает. В том же биатлоне идет борьба там за первое-второе место между не нашими. А наши попадут в десятку, не попадут в десятку, попадут в шестерку, не попадут в шестерку в это время. А тут ты хочешь посмотреть, вот, ну, в общем, понимаешь, что я говорю. Согласен с вами на сто процентов. Но это вы говорите как специалист, как профессионал, как знаток спорта. Но ведь надо понимать, что телевизионная аудитория, да и любая болельческая аудитория прибавляется за счет как раз людей несведущих. А вот их в первую очередь интересует, а как там наши. И вот сначала их нужно заманить, а потом уже объяснить, что интерес к спорту не в этом совсем отнюдь. В этом, да, есть какая-то частичка привлекательности. Но спорт интересен совсем другими вещами. Ведь вот те, кто смотрят национальную хоккейную лигу канадскую или любую другую американскую профессиональную лигу, там наших вообще практически нет. Ну, может быть, хоккей здесь не очень удачный пример. Ну, они же там индивидуально, там все равно очень трудно болеть за какого-то конкретного хоккеиста. Хорошо, баскетбольная, баскетбольная лига, баскетбольные лиги, там чисто искусство. Наслаждаются спортом как таковой. Ну, вот мы давайте все-таки будем говорить действительно о спорте как таковом, без вот этого наши и не наши. А что касается участия наших и не наших в программе, тут есть вообще несколько тем любопытных. Вот одну я сразу задам. Вы же когда-то работали в биатлоне по науке, да, насколько я понимаю, научную группу возглавляли. Да, я был тренером сборной команды страны, было давно, 20 лет назад, даже больше. Андрей, я то вы говорю, то ты, ну, в общем, это не важно, да, поскольку. Так вот, ну, если сравнить, это было 20 лет назад примерно, да, затраты тогда на научную работу и сейчас. Большие, небольшие, маленькие, такие же или сейчас намного выросли? Если говорить о том периоде, о периоде до появления сочинских зимних игр, то эти затраты были несопоставимы в пользу эпохи Советского Союза и перестроечных. То есть тогда было больше? Безусловно, безусловно. Ну, сейчас, когда поставлена задача выиграть домашние игры... Очередной национальный проект. Зачем, наверное, понятно. С затратами никто не считается на, в том числе и подготовку во всех сферах национальных команд и научно-методическое обеспечение в том числе. Ну, все-таки важен и тот факт, что сейчас биатлон возглавляет, мягко говоря, небедный человек. Ну, на самом деле, я вас уверяю, что в основном финансовая вся нагрузка по подготовке всех национальных команд, сборных команд по зимним видам спорта лежит на государстве. На Министерстве спорта. Серьезно? Я-то думал, что Прохоров... А в чем там смысл привлечения олигархов? Наверное, не знаю, я могу только догадываться. Ну, вот просто в тот момент, когда ты, Андрей, как раз был, ну, в те годы, не в те, уж я не знаю конкретно, когда ты вот как раз занимался именно развитием биатлона с научной стороны. Мы тогда довольно часто общались с президентом Союза биатлонистов. Он был в какой-то момент президентом в изгнании с Александром Тихоновым. И он все время там жаловался, того нет всего, шлифмашины нет, там 100 тысяч евро или 200 тысяч евро она стоит. Ну, как мы можем с теми же немцами соревноваться, если у нас нормально, мы там каким-то, ну, чуть ли не, это самое, там, наждачкой там трем эти лыжи вместо того, чтобы купить шлифмашину? Ну, сейчас уже хоть таких проблем нету или... Нет, безусловно. В то время, действительно, в 90-е годы не было денег ни на что, и я просто знаю, что чуть ли не на свои деньги, на сборы и на соревнования выезжали на чемпионате мира. Я сам помню, как мы на тренеры на автобусах ехали на чемпионат мира в Боровец в 93-м году из Москвы в Болгарию. Ну, нашли денег, чтобы команду отправить, естественно, на самолете, а сами на автобусе вот два дня мыкались. Вот это Тихонов тогда все и рассказывал. Ну, примерно. Совершенно верно, совершенно верно, и в те времена было не до жиру. Кстати, упомянутый вами эффективный менеджер, нынешний руководитель Союза биатлонистов России Михаил Прохоров все-таки появился на биатлонном небосводе, когда уже Олимпийские игры в Сочи маячили конкретно, уже были известны. Ну, там же еще и Кущенко тоже эффективно. Мощная, очень мощная, очень мощная бригада. Только результатов нет, которые следовало бы при такой поддержке иметь. Пока только обещания. Есть какие-то, я бы сказал, тенденции к исправлению, к улучшению результата. Ну, если говорить о мужской части сборной команды страны. Что касается женщин, то я разделяю вашу пессимистическую точку зрения, и пока я не вижу надежд и шансов, что в этом году наши девушки будут выступать конкурентно способны. Но в затраты же входит, например, приглашение иностранцев. Это же все равно всегда будет дороже, чем когда свои люди работают. Я даже не имею в виду абсолютную величину. Ну, приглашение иностранных тренеров. Да, иностранных тренеров, ну, конечно. Специалистов. Пихлера там и прочих. Да, но сервисмены там заменили. Теперь, оказывается, это и Выжих то же самое. Были немецкие сервисмены, они якобы плохо работали. Но приглашение вот этих иностранных всегда же будет, специалистов, дороже, чем наши. Правильно? Не по зарплатам даже, а вообще. Ну, надо же людей поселить там, на гости. Ну, и так далее. Нет, и по зарплатам, и это тоже немаловажно. Кстати, это серьезный раздражитель для отечественных специалистов, которых хоть и немало, вернее, которых хоть и достаточно мало осталось, но они есть. Они есть, и нужно только ими, что называется, распорядиться умело. В любых зимних видах спорта. Обмен опытом вот сейчас в нашем глобальном мире необходим, безусловно. Но, мне кажется, многие наши руководители спортивные допускают серьезную ошибку, приглашая иностранных тренеров как раз накануне Олимпиады. Но уже ничего не исправишь. Потому что некоторые секреты, некоторые тайны домашней Олимпиады могли бы сыграть, если бы они не ушли на ту сторону. О, вот какая интересная. Но они не могут туда не уйти, если в тренерском штабе очень... Итак, продолжается программа «Прессинг». По-прежнему в студии «Финам.ФМ» Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. А также наш гость, биатлонный тренер, спортивный журналист, теле- и радиокомментатор Андрей Кондрашов. Мы обсуждаем тему биатлона, лыжных гонок и других игр патриотов, которые, как теперь выясняется, Андрей развил эту кинематографическую тему. Это уже и шпионские игры. Об этом мы, видимо, поговорим чуть позже, потому что сейчас у нас звонок. Давайте уж послушаем звонок. Напоминаю, что звонить нам можно в прямой эфир по телефону 6510996, код Москвы 495. Ну и можно через сайт «Финам.ФМ» тоже писать нам сообщения, задавать вопросы, высказывать свои соображения. Ну а теперь мы слушаем, естественно, нашего постоянного, самого активного участника всех программ Бориса Потаповича. Без его участия вообще программа «Прессинг» была бы неполноценной, мне кажется. Борис Потапович, мы рады вас приветствовать вновь. «Здравствуйте, Валерий, здравствуйте, Олег. Добрый день. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. «Прессинг» из всех передач – самая емкая для удачи. Кто в нее попадает, потом, как правило, побеждает. Мы можем вспомнить, когда был представитель Федерации Керлинга. Андрей Сосин, конечно. Стали чемпионками, а мужская команда попала на чемпионат мира. Да-да, правильно. И хоккейный обозреватель Сергей Федорович, я тоже думаю, внес какую-то лепту в победу нашей команды. Понятно. В мемориатуре в московском. Ну вот все, наконец-то, Андрей Кондрашов ждал, когда победы придут в биатлоне. Все ясно теперь, Андрей. И в лыжах, и везде. Я буквально завтра уже лечу, должен лететь в Сочи, поэтому, я думаю, ваше напутствие будет кстати. А там что в Сочи будет? Все ждут снега пока. А, понятно. Ну давайте сейчас все-таки. Борис Патамович, у вас вопрос есть какой-то? Или просто вы стихами решили? Да-да, ну у меня одно пожелание ведущим так держать в следующем новом году. Понял, будем стараться. Вот, а к Андрею у меня вопрос. Имеете ли вы, Андрей, отношение к Монжоровской движении? Или как организатор, или как участник? Спасибо. Это хороший вопрос. Отличный вопрос. Я чуть ли не слезу упустил после такого вопроса. Конечно, имею отношение. И едва ли не с первой Монжоровской лыжни. Нет, не с первой, конечно же, участвую в ней. И вообще семья Монжосовых мне очень близка, потому что Виктор Николаевич Монжосов, сын Николая Тимофеевича, основателя лыжного спорта Воденцова в Московской области, чемпиона СССР еще 39-го года по лыжным гонкам. Ну в общем, я хорошо их знал. А вот Виктор Николаевич был моим учителем в студенческие и потом уже в зрелые годы. Она сейчас продолжается? Да, и 31-го, как всегда, уже в 42-й, 43-й, если я уже ошибаюсь, да, уже точно сбился со счета, будет проводиться, как всегда, в Воденцово, все в том же самом месте, в 12 часов старт. Приезжайте, не пожалеете. Отлично. 31 декабря. Очень хорошо, что мы коснулись лыж, а я еще к вопросу о тренерах. Вот то, что мы говорили в конце предыдущего отрезка нашей программы. Фигурное катание почему-то я вспомнил. Наши тренеры, отечественные, во всех странах работают, причем со спортсменами самых разных стран. Ну там выступают американцы или канадцы, и вдруг выясняется, что и ту пару, и эту пару, или танцоров, или пары. Тренирует российский специалист. А мы говорим, что наших тренеров не хватает и мало. Причем во всех странах. Разве нет? Вот я не совсем понимаю. Так же самое, как и в биатлоне. Мы приглашаем, а Привалов там, предположим, в работу в Польше или где там. Вы знаете, наши тренеры, ведущие тренеры, я имею в виду те виды спорта, о которых мы сейчас говорим, близкие ко мне, лыжные гонки, биатлоны и сопутствующие, я бы так сказал, аналогичные. Наши тренеры в этих видах спорта были востребованы, ведущие, подчеркну, и до сих пор востребованы. Другое дело, что они не задерживались за границей, прежде всего, из-за языковой проблемы. Это действительно одна из главных проблем для наших тренеров. Но все-таки вот после того, как к зиме наши руководители повернулись к лицам, что связано, естественно, прежде всего с играми в Сочи, к сожалению, увы, только лишь это мотивирует наших боссов, начальников. Вот отток прекратился за границу. Хоть он и не очень был большой, но я знаю, что приглашения наши ведущие наставники получали без конца. И даже некоторые работали. И Лопухов в лыжных гонках, и Грушина предлагали. Но это наши супертренеры, суперзвезды в биатлоне. До сих пор Хованцев, тот же Анатолий востребован во всем мире, а у нас он не прижился. Но это отдельная история и, на мой взгляд, очень возмутительная. Но если будет время, мы коснемся. Отток этот наблюдался, потому что тренеры стали здесь получать ведущие достойную зарплату. Смогли получать. Другое дело, что все-таки вариться в собственном соку, наверное, сейчас не только в спорте, но, наверное, в любой другой сфере человеческого социума невозможно. И действительно, в общем-то, недостаток методических, а может быть, и не только знаний ощущался. То есть обмен опытом и привлечение для этого международных специалистов, иностранных специалистов, конечно же, необходимо. Но я убежден, что в этом, вот в этих приглашениях и засилье уже иностранцев в тренерских ставах нашей команды, безусловно, перебор, безусловно, злоупотребление явное невольное, может быть, наблюдается. Меня больше всего удивило в последнее время, что в лыжный спорт, ну, наш вообще, это, я не знаю, национальный вид спорта, да, вдруг пригласили, положим, швейцарского тренера сейчас как-то, Ретта Бургемаэстер, да, там, ну, швейцарцы вообще, насколько я понимаю, никогда, я понимаю, норвежцы там, шведы, финны, ну, почему швейцарцы? Вы знаете, давайте называть вещи своими именами. Его пригласил Александр Легков, он его понравился. То есть наш ведущий, один из ведущих наших лыжников. И вместе с Ильей Черноусовым, ну, еще одним фаворитом, претендентом на медаль, что там скрывать, они решили и не без оснований. То есть как бы их личный тренер, получается? Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. И действительно, если одна и та же методика не дает на протяжении нескольких лет очевидных сдвигов, надо эти сдвиги искать. Каким образом? Ну, вот Легко в Черноусовом решили довериться иностранному тренеру. Ну, тренер он условно. Парень, парень, молодой, недавно еще бегавший. Он до сих пор и сейчас очень активно проводит тренировки. Чуть ли не все вместе со своими подопечными. Будет толк или нет, мы узнаем. Хотя уже сейчас видно, видно и, видно, что прогресс есть. Прогресс есть общий. И у конкурирующей группы национальной, скажем так, у тренеров, если мы говорим про лыжные гонки, у тренеров наших, российских. И, безусловно... То есть, конечно, это подхлёстывается. Совершенно верно. Конкуренция нужна во всем. Во всем и не только в бизнесе, в торговле, в спорте в том числе... Но там вообще ситуация какая-то странная, потому что президент федерации Елена Вяльби вдруг возложила на себя обязанности главного тренера, причем сказала, что вмешиваться не будет, а пусть тренирует лично. Меня как-то это удивило. Может быть, я что-то не понял. Ой, мне кажется, это беда Елены Вяльби. Мне кажется, ей достаточно было бы одного поста руководителя федерации президента федерации лыжных гонок России. Второй ключевой пост, главный тренер. Ну, начнем с того, что тренером она не работала ни одного дня, и хотя бы по этой причине называться главным тренером, у которого хоть и в основном организационные, но и в большей степени методические функции, обязанности. Ну, наверное, Елена Валерьевна едва ли, наверное, имеет моральное право. Может быть, я очень жесток в своих оценках, но я в них убежден. А с другой стороны, мне кажется, функции, вообще должность, статус главного тренера, мне кажется, изжила себя. И, кстати, пример биатлона тому подтверждение. Ну, убрали эту должность, этот статус, да, в общем-то, без особых, я бы сказал, потерь и последствий. А вот интересная ситуация, противоположная, как бы, в прыжках с трамплина. Андрей, можно коснемся чуть-чуть? Вот немецкого специалиста там два или три года назад пригласили. Он заложил какие-то основы, но еще ничего не выигрывали. Потом его убрали. Сейчас наши тренеры возглавили команду. И сразу какой-то явно очевидный прогноз. Они же вряд ли могли за летний короткий промежуток добиться такого... Значит, все-таки он заложил какие-то основы. Да. Ну, там еще, конечно, гибель вот эта Карелина подкосила во многом. Ну, тут никто из тренеров не виноват. Это просто трагедия. Но потеряли очень хорошего, перспективного спортсмена. Так вот, какая тут ситуация? Все-таки, видимо, заложил немецкий тренер что-то, раз сразу вдруг... Безусловно, безусловно. Но я бы хотел... Вот как раз вы очень хорошую тему затронули. Для чего нам, в том числе, нужны были иностранные специалисты поначалу? Может быть, и сейчас в какой-то степени. Не секрет, что наше представительство в международных федерациях в самых разных было. Ну, если не нулевое, то очень-очень минимальное, мизерное, мизерное. И вот как раз иностранные специалисты должны были восполнить этот пробел. Все-таки лоббировать свои интересы, представлять страну достойно, нужно обязательно. И вот как раз Вальтер Штаерт великолепно справлялся с этими обязанностями на посту главного тренера, потому что это признанный авторитет во всем прыжковом лыжном мире. Это очень важно в прыжках на лыжах с трамплина, потому что, несмотря на кажущуюся простоту и объективность вида спорта, прыгнул дальше, получил больше и выиграл. Нет, на самом деле судейское вмешательство там очень велико. Фактор судейского вмешательства субъективно. Очень-очень-очень. И вот как раз Вальтер помог нам освоиться в этом международном пуле. Я очень рад. Опять никуда без темы игр патриотов не уйдешь. Итак, продолжается программа «Прессинг». В студии «Финам.ФМ» по-прежнему Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. Ну и наш сегодняшний гость Андрей Кондрашов. Тренер, журналист, телерадиокомментатор. В общем, один во многих лицах. Держит ответ за все практически зимние виды спорта. И справляется прекрасно, между прочим. Гораздо лучше, чем некоторые официальные руководители этих видов спорта. Это да. Ну, в общем, должны мы все-таки уже поговорить более предметно. Мне кажется, об олимпийской теме. Тем более, что Андрей, естественно, сейчас в это дело вовлечен активно. Без конца ты ездишь туда в Сочи и изучаешь там ситуацию со строительством. Так, снега там еще пока нет, мы поняли. Ну, а вообще, как процесс-то идет? Вообще идет как-нибудь? С одной стороны, идет очень интенсивно. И, честно говоря, я, например, был очень удивлен, когда недавно показали телевизионный репортаж, как президент Российской Федерации ехал на поезде от Сочи до Красной Поляны. Я был удивлен, потому что мой последний визит не так давно в Сочи в общем, оставлял серьезные сомнения, что железная эта дорога заработает раньше, чем через год к Олимпийске выигрываю. Для президента сделали. Андрей, вот у нас был в гостях вице-президент Федерации Керлинга. Он очень... Созин. Да, Андрей Созин. Андрей Созин. Он очень оптимистично говорил, и там собирались провести какое-то соревнование, а буквально через неделю или 10 дней вдруг перенесли соревнование по Керлингу оттуда, потому что не готова была, ну, дорожка или... Ну, в общем, объект не был. Нет, ну там не совсем так. Я эту тему изучил. Там не совсем так. Там же, ну, если что, вдруг Андрей меня поправит. Насколько я понимаю, там же, если бы проводились эти соревнования, то пришлось бы, в принципе, все работы на этот срок замораживать, потому что там же очень сложно. Ну, во-первых, сейчас эта стройка, это практически закрытый объект. Туда надо проходить по пропускам, по паспортам там и прочего. Представляешь, если там, ну, мало того, что тренеры, судьи, спортсмены, ну, еще и зрители, какие-никакие там хоть придут, ну, как бы имеют право. Для всех нас же был этот пропускной режим. А из-за этого, значит. Да, поэтому просто сказали, ну, вот если сейчас проводить, то на 10 дней фактически стройка заморозится. Этого мы себе позволить не можем, хотя уже железная дорога-то работает, как мы знаем. Значит, еще, видимо, там, ну, все-таки целинаты не паханы в некоторых. Ну, в общем, я зря перебил, значит, потому что не в курсе. Нет, там действительно огромная стройка. Трудно, наверное, вообразить. Это вот лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Но нам, наверное, увидеть не дадут возможность. Увидеть только увидим мы, когда все это будет построено. Но, тем не менее, график соревнований, тестовых, так называемых предолимпийских, которые проходят накануне, он практически не срывается. Ну, вот в прошлом году уже состоялись уже первые этапы Кубка Мира по... Этапов Кубка Мира по горным лыжам, этап Кубка Европы по сноуборду. Они, ну, наполовину были сорваны из-за погоды. Кстати, еще одна проблема, которая может сильно помешать, ну, не проведению, но, во всяком случае, вмешаться в проведении олимпийских игр. Ну, это, наверное, как в любых горах. Но, все-таки, в Сочи климат уж очень специфичен. Наверное, на что влияет близость моря, в первую очередь. Хотя, местные говорят, что, безусловно, стройка, большая стройка нарушила микроклимат, и он стал намного теплее, чем был раньше. Кстати, вот... Ну, как? Да, кстати, вот отсутствие снега до сих пор в какой-то степени это подтверждает, естественно. А прыгуны с трамплина вот тоже только что соревновались. Прыгуны с трамплина соревнуются и сейчас летом, круглогодично. Снег им не нужен, да. И, более того, рассматривают возможность включения летних этапов в официальный календарь Кубков Мира. Ну, потому что, действительно, искусственное покрытие практически ничем не отличается от снега. А в Сочи гора разгона была искусственной, а гора приземления подготовили снег, набросали, наскребли. Понятно. Вот как интересно все происходит. Я напоминаю, что мы в прямом эфире, так что слушателей приглашаем, ну, при соответствующем желании присоединиться к нашему разговору. Сделать это можно через сайт finam.fm. Там можно писать нам сообщение. Или по телефону код города Москвы 495 и, собственно, телефон прямого эфира 651099,6. И вот этим телефоном воспользовался еще один слушатель. Если мы говорили, что Борис Потапович является нашим постоянным участником программы «Прессинг», то для Владимира это дебют, с чем мы его и поздравляем. Владимир, здравствуйте. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас услышал вот эту фразу, до боли знакомую с вами программы «Прессинг», ее ведущий Валерий Винокуров и Олег Винокуров. Мне показалось, что мне это приснилось, что это сон. Первый раз услышали? Случайно наткнулись на нашу программу? Вот чисто случайно я сейчас наткнулся на эту волну и услышал эту программу. Прекрасно. Дело в том, что я-то вас очень хорошо знаю. Естественно, мы вас по голосу сразу узнали. Да. Да. Много лет же, много лет. Владимир много лет звонил нам в программу «Прессинг», которую мы вели на «Радио Свобода». Вы знаете, да. И на телевидение звонил, по-моему, тоже. Мне так хорошо сейчас стало на душе. Я вот хочу сейчас вернуться к этому горе-патриотизму, к теме, которую вы подняли. Я посетил как раз в этом году турнир, значит, приз первого канала хоккейный турнир. И вот я убедился, что вот этот вот патриотизм, он прям, ну, сочится у нас, вот в нашем, в этом, в руководителях. То есть турнир, я его посещаю уже много лет. Считаю, что, ну, очень интересно мне просто наблюдать за этими сильнейшими сборными. Шведами, финнами, чехами. Помимо нас. Ну, а в этом году сам Бог велел, так как собралась сборная довольно-таки сильная. Приехали все. Сенхеллсы. Спасибо нам. Конечно. Наша была прекрасная команда, да. Спасибо Северной Америке, что вот у них так получилось, и нам удалось посмотреть. Наших, не наших, как вы говорили, не поймешь. Наши они, не наши, потому что мы их очень редко видим. И вот турнир, конечно, все хуже и хуже организован. Раньше было как-то это лучше. И видно, вот эта вот показушность наша очень слабо. Такие ляпы, когда назвали Бориса Александровича Майорова Евгений, это стало просто до боли обидно, страшно. Ничего не было, ни программок никаких, ни вот этих, ну, знаете, каких-нибудь буклетиков, посвященных вот этому турниру. Хотя бы отметили, что 45 лет ничего этого не было. Зато какие-то Невеи вот эти миллионными тиражами раздавали, пичкали в эти сумки. Ну, организация очень слабая. И у меня вопрос к вашему гостю. Вот чересчур вот это навязывание нам горе патриотизма. Вот еще хотел отметить. Там можно было посмотреть две игры. На первую игру, да, вы правильно сказали, наши патриоты, зал забит. Но вторая игра, самая, казалось бы, интересная, вот Швеция, Финляндия, Финляндия, Чехи, народу никого. Все расходились, оставалось две-три тысячи людей, которые действительно любят хоккей и понимают хоккей. Вот это очень меня покродало. Мне хотелось бы задрать вопрос вашему гостю. Вот перегибание вот этим чересчур патриотизма, не влияет ли она на то, что мы показываем слабые результаты, так как спортсмены находятся в каком-то сжатом состоянии? Ну, понятно, Владимир, давление, короче, смысл в том, давление оказывается, да? Да, 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 давление как раз на наших спортсменов. Вот их все время там, вы должны, вы должны, должны победить для Родины, для России. Вот это давит, нагнетает. Согласен, спасибо за вопрос, да, Владимир, сейчас послушаем Андрея. Согласен с вами, Владимир, безусловно, такой психологический, психический прессинг не может не оказывать давления на спортсмена. Другое дело, как он противостоит ему, ну, кто-то на это не обращает внимания, но все-таки, наверное, большинство, когда у тебя в ушах постоянно звучит, ты должен выиграть, ты самый лучший, ты обязан, ну, ты все равно, так сказать, спасуешь перед... Ну, наверное, так было и в советские времена, Валерий. Ну, так было, но тогда, я не знаю, то ли психика была более крепкой, то ли мастерство было более крепким. Я вот как раз в советские времена не замечал, чтобы, предположим, на Павла Колчина или там Владимира Кузина, вот это чувство ответственности, многих можно назвать и Сметанину, ну, и так далее, можно без конца перечислять, оказывало такое влияние отрицательное. А вот сейчас замечаю, вот потому что они же сами признаются, Легков тот же, уже которого ты упоминал, признается, что вот мои вот срывы... Сейчас вот Александр Бессмертных, два раза, который упал и на классической гонке, и на масс-старте, ну, это редкий случай, чтобы лыжник упал там куда-то, он вообще во враг. И он потом говорит, что это потому, что он рвался там во что бы то ни стало, завоевать путевку. То есть раньше, ну, действительно, а ты не согласен, что когда-то этого, ну, не было такого. Мобилизовывались, да, нервничали, да, но чтобы это так отражалось на результатах, как сейчас, по-моему, такого не было. Ну, что касается того случая с Александром Бессмертных, совсем недавно наш лыжник, вот на прошедших в Канаде этапах Кубка мира, для тех, кто не знает, действительно упал, вроде бы в безобидной ситуации, но, на самом деле, для лыжника-профессионала действительно, ну, довольно простой абсолютно обстановки, ну, безусловно, это от волнения. Ну, два раза подряд, на одной гонке, а потом через два дня на другой. Не так часто Александр Бессмертных выступает в сборной команде России, он находится, действительно, в хорошей форме, он хотел себя показать, проявить, ну, вот это вот произошло от избыточного желания. Безусловно, но это все та же психологическая подготовка. Вот, а что касается, ну, вот Урал-патриотизма, той темы, которую мы подняли, которая проходит у нас вот с Тержнем в программе, я думаю, что это наша с вами вот комментаторская задача, задача спортивных журналистов, ну, наверное, не педалировать ее, а объяснять, учить нашего слушателя, зрителя, болельщика, что все-таки в спорте, в спорте, спорт нужно любить не только за то, что в нем выигрывает твоя команда или твои любимые спортсмены. Вот выдающийся журналист российский, который творил на ранее 19-го и 20-го веков, Влас Дорошевич, он тогда, Олег, помнишь, да, ввел такой термин «патриотарство», как противоположность патриотизму. Вот мне кажется, что в этом большая проблема, что у нас часто очень путают эти понятия. Патриотарство, ну, то есть, как это, квасной патриотизм, если, и истинный патриотизм. Вот путают понятия, и поэтому вот возникают вот такие вот ножницы между, казалось бы, хорошим и чем-то лживым, квасным, да? Да, ну и вообще надо сказать, что как раз биатлон, благодаря одному из наших коллег, стал в этом плане, так сказать, правофланговым. Ну, в общем, есть один телекомментатор, не будем уж что-то сказать с коллегами. Ну, кстати, если да, мы заговорили о биатлоне и о лыжных гонках, то вот, я думаю, присутствие таких спортсменов, как Ульяйнер Бьерн Даллин, Ульяйнер, как по-разному называют, Ульяйнер Бьерн Даллин, Магдалена Нойнер в лыжных гонках, сейчас это, безусловно, шоумен главный Петер Нуртук. Я уверен, что истинные знатоки, ценители спорта, глядя на них, на то, как они побеждают, да и проигрывают тоже, ну, что называется, получают истинное удовольствие. Конечно. Ну, в конце концов, ну, как бы рано или поздно должно все встать действительно на свои места. Ну, не знаю, мы же как бы нормально воспринимаем в футболе, там, что какие-то люди болеют, там, за Бразилию, там, или за Германию, или, там, за Англию. Ну, в общем, это у нас не считается, что, что ж ты не патриот, там, или чего. Ну, благо, за сборную России обычно не приходится долго болеть на всяких крупных турнирах, вот. А если туда и попадет, то ненадолго. Хотя бывают исключения. Ну, в общем, ну, как-то все-таки там нормально, типа, можно проявить свои, ну, эстетские там, или, там, чего, какие-то воззрения такие, да, что я выше этого национального, там, я вот за искусство в виде, не знаю, бразильцев, немцев и прочих. Может быть, и в лыжах, в биатлоне, ну, и в других видах спорта тоже когда-то это восторжествует. Ну, там внутри-то как раз отношения очень, насколько я понимаю, хорошие товарищи. Никто даже совершенно вот этого нет там-то, внутри, между спортсменами. Так и есть, я думаю, это в любом виде спорта. Ну, может быть, за некоторым исключением, когда друг другу морду бьют, там, в хоккее, например, это часто бывает. А это тоже только во время игры, а после-то они все друзья. Ну, ладно, продолжим после новостей. Итак, в завершающую стадию уже вступает программа прессинг. По-прежнему в студии Финам.ФМ Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. И наш гость Андрей Кондрашов, тренер, журналист, телерадиокомментатор, специалист по многим циклическим видам спорта, включая, естественно, и зимние. О них сегодня и говорим. И давайте начнем эту часть со звонка, потому что Максим позвонил нам еще в предыдущей части, довольно долго ждал. Здравствуйте, Максим. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день, Максим. Два комментария хотел бы дать. Первый, относительно волнения. Просто сам занимался лыжами еще в детском возрасте. И на одном из отборов, когда уже, в принципе, сформировался немного техник, коньковый ход, я во время соревнований наступил лыжей на лыжи, упал, и долго у меня переживаний был. Поэтому вполне согласен с тем, что действительно во время волнения как бы отработаны элементы не частенько. Ну, скажем так, не частенько, а просто бывают дают сбои. Понятно. И, собственно говоря, вопрос относительно женской биатлонной команды у меня есть к классному гостю. Честно говоря, помню другой женский состав, когда были уважаемые Ахатова, Куклева, Пылева и так далее. Вот не кажется ли гостю то, что сейчас сами девушки, может быть, немножко слабее, чем те, кто предыдущие... Мельчают спортсмены, думаете? Я не думаю, что они мельчают. Просто вот на мой скромный непрофессиональный взгляд, предыдущие наши созывы, ну не созывы, составы, они были сами по себе сильнее, чем те, которые есть сейчас. Понятно, да. Максим, такая точка зрения невозможна, вот узнаем сейчас... Айван Андреевич, спасибо за звонок, Максим. Да, Максим, в общем-то, ваши догадки совершенно справедливые. Хотя вы говорили, вот упомянули Ахатову, Куклеву, Пылеву. У каждой свои были особенности. Альбина Ахатова прекрасно стреляла, ну, может быть, не очень быстро бегала по сравнению с лидерами того поколения. А вот Галя Куклева, наоборот, здорово бегала, ну вот со стрельбой у нее всегда были проблемы. Ну, это вечный вопрос в биатлоне. Такой же вид спорта, это специфический, конечно. Совершенно верно, да, совершенно верно. И в нынешнем составе тоже есть девчонки, которые что-то делают лучше. В общем, это, наверное, в любом многоборье у каждого есть свой конек. Ну, вот, что касается вашей такой оценки усредненной, то я с вами соглашусь. Действительно, все-таки, что касается, ну, исполнительского мастерства или так, профессионального, вернее, спортивного уровня, то вот предыдущие поколения были, наверное, все-таки в женской команде покрепче. По талантливее. По талантливее. А с чем это может быть связано? Ну, вот именно просто талант? Не родились такие вот талантливые? Или, может быть, какой-то сбой в системе подготовки? Ну, я думаю, что все-таки второе. И даже не думаю, а убежден. Потому что все-таки столько людей, сколько у нас занимается биатлоном, нет ни в одной с другой стороне. А может быть, если и всех наших конкурентов сложить, то, я думаю, примерно равенство будет по количеству занимающихся в детском, там, юношеском. Значит, сбой в подготовке. Безусловно, в селекции, в селекции и в подготовке. Безусловно, это наши основные пробелы. И нынешняя женская команда, конечно же, очень сильно уступает в, ну, как говорят, специалисты функциональной, физической подготовке, в скорости бега. В сборную команду, безусловно, не попадают по биатлону спортсмены, плохо стреляющие. Вот. Стреляют хорошо, только одни делают это быстро, современный биатлон, того требуют другие, медленнее. Но, собственно говоря, главное все-таки отставание наших девушек сейчас и очень серьезное, и, я бы сказал, критическое, это вот в подготовке, физической подготовке беговой. Ликвидировать его за два месяца до ближайшего чемпионата мира невозможно. Значит, нужно брать за счет чего-то другого, ну, в смысле, за счет, конечно же, удачной и быстрой стрельбы. Ну, может быть, за счет хорошей подготовки еще лыж. Но это можно лишь компенсировать этими нюансами недостаток основательный в беговой подготовке. За год, ну, подтянуть можно, ликвидировать отставание, которое мы наблюдаем вот сейчас на этих этапах Кубка мира, невозможно. И, более того, если мы ориентируемся, а нас на это ориентирует наше спортивное руководство, с чем бы я бы тоже поспорил, на Олимпийские игры, главные старты сезона, все только на Олимпийские игры направлено, они будут проходить на высоте. А высота еще сильнее отсеивает слабо подготовленных именно в физическом плане, что мы и наблюдали, кстати, в поклюке, в последнем этапе Кубка мира по биатлону. Так что и за год подтянуть скоростные возможности очень сильно невозможно. То есть нужно искать быстроногих. А вот в чем здесь может быть трюк? Мне казалось, что, ну, причем не только у нас, а во многих странах, было так принято, что в биатлон приходят из лыж. То есть, имея хорошую уже беговую подготовку, человек там учился стрелять, ну, как бы научиться стрелять, это же, в общем, ну, можно. Ну, не стрелков же брать. Да, вот именно, стрелка по один учи на лыжах бегать. А здесь, ну что, сейчас уже как-то по-другому, что, может быть, сразу люди идут в биатлоны и уже не получают такой специальной, ну, в смысле, хорошей такой лыжной подготовки. В чем здесь причина-то, может быть? Ну, действительно, вот биатлонный бум, наверное, сыграл как и на позитив, так и не очень. Все, сейчас не все, но очень многие хотят заниматься сразу биатлоном. Безусловно. А нужна, в первую очередь, основательная лыжная подготовка, и вот это наша самая главная проблема. Ну, посмотрите, кто сейчас среди лидеров, среди звезд. Бьорд Даллин в свое время выступал за сборную команду в юниорском возрасте по лыжным гонкам. Эмил Хэдли Свенсен, чемпион-призер мира среди юниоров по лыжным гонкам, норвежец. Магдалена Нойнар могла бы выступать, но не стала, что называется, вот распыляться. Ну, Гёссер сейчас, да. Гёссер тот же самый, тот же самый пример. Ольга Пылева, упомянутая сегодня, начинала как лыжница и доросла до сборной команды России по лыжным гонкам. Ну, одним словом, вот совершенно очевидный базис. А еще ведь сейчас заканчивают лыжницы, лыжные ссорения и переходят. Вот последний Эви Захенбахер вот сейчас снова выступать вдруг в биатлоне. А вот это Карин Олафсон тоже. Ну, они потом, фамилии менялись, когда замуж выходили, но, закончив выступать в лыжах, начала стрелять и... Не, ну, таких, ну, в истории-то, господи, Магдалену Форсберг возьми, елки-палки. Нет, Анфиса Рисцова же у нас еще была. Да, разумеется. Безусловно, этот список можно бесконечно, наверное, продолжать. Есть аналогия, например, с хоккеем, условно говоря, там, детишек маленьких, еще до того, как их берут в хоккейную школу, обычно отдают фигурное катание. Чтобы человек научился кататься на коньках, ну, даже в фигурном катании же там тоже требования, в общем, достаточно высокие к этому делу. И потом уже приходил в хоккей, ну, хотя бы умея кататься. И там уже дальше осваивал непосредственно хоккейную технику. Вы знаете, вот биатлон, как и лыжные гонки, это тоже двоеборье. И я объясню, почему лучшие биатлонисты бегут практически наравне с лучшими лыжниками и гонщиками. Таких примеров много. Помните, Бьердален был призером и даже побеждал на этапах Кубка мира. И Бергер. Бергер же вообще чемпион мира. Да-да-да. Смотрите, биатлонисты половину тренировочного времени тратят на стрелковую подготовку. А другую половину они бегают коньковым ходом. Классического хода нет. А вот лыжники весь свой тренировочный потенциал тоже делят пополам. На классический ход и на коньковый. То есть фактически... А, значит, на самом деле одинаково. Совершенно верно. Совершенно верно. Так что не надо удивляться тому, что биатлонисты самые сильные, самые крепкие бегут наравне. Ну, надо удивляться тому, что наши тогда плохо бегут, как вы сами что-то сказали. А хотя у нас женщины-лыжницы тоже сейчас отстают. Увы, к сожалению. Поэтому как раз тут, да. Мужчины-то нет, а женщины отстают. Так что закономерность прослеживается довольно четко. А вот другая тема, которая... Ну, ты тоже-то упомянул. Мы просто от нее немножко отошли, не стали ее развивать. Вот к вопросу ты сказал, что вот... Ну, главное, понятно, всем понятно, что главное это Олимпиада в Сочи. Ну, тут, естественно, это очевидно. Но ведь в спорте же, в принципе, нельзя так делать. Вот делать ставку на что-то, на одно, на какой-то одномоментный там вот. И рассчитывать, что ты по щелчку пальца вот так вот тут же выйдешь на пик. Хотя, как известно, для всех Олимпиады главное. И все будут к ней специально готовиться. А у нас в биатлоне как раз без конца так обо всем и говорится. Плохо начали выступать на Кубках мира. Ну, для нас-то главный апофеоз сезона — это чемпионат мира, естественно. Вот мы там-то уже сейчас вот. И получаются в результате. Потом чемпионат мира. Ну да ладно, у нас же главная Олимпиада. И вот так вот все это переносится, откладывается. Вот как верно. Как раз, Олег, я не соглашусь с тобой, что это естественно. На мой взгляд, это неестественно. Когда тебя прессуют необходимостью выступить победно только на одном старте на Олимпийских играх. Я имел в виду в наших условиях это естественно. В наших играх-патриотах, о чем мы говорили. Ну, конечно, это неестественно. Так-то, конечно, неестественно. Ну, извини, не буду перебывать. Ну, не буду говорить, что во многих, но в некоторых видах спорта, очень удачных, Олимпийские игры не для наших спортсменов, а для зарубежных. Далеко не на первых местах. Возьмите велосипедные гонки, хоккей тоже самый, теннис. Я убежден, хоть я не специалист в этих видах спорта, что на Олимпийских... Правильно, правильно. Увы, пока акценты у нас не изменятся, наверное, не изменится и вероятность случайного результата. Причем я не говорю плохого или хорошего на Олимпийских играх. Но все-таки раз в четыре года выступить, ну, правда, и обеспечить, если мы говорим о российском спорте, обеспечить себя практически на всю жизнь материально, наверное, очень важно. Но не всем это удается. Ну, в общем... Проблем куда ни ткни, да? Куда ни ткни, зато клин. Мы вряд ли за оставшийся год там с небольшим изменим психологию, ну, то есть мы-то вообще тут ни при чем, вот, рассчитывать на то, что она изменится, очень сложно, поэтому, как ни крути, все равно, все сейчас на эту Олимпиаду, ну, лишь бы снег был, в конце концов. Да. Будет, обязательно будет. И чтобы все построили. Ну, отлично, на этой мажорной ноте очередной выпуск программы «Прессинг» мы завершаем, напомним, что в студии были Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. Ну, и наш гость Андрей Кондрашов, тренер, журналист, телерадиокомментатор. В общем, естественно, вопросов можно было бы еще массу задавать, но рано или поздно мы это продолжим, а пока до следующих встреч. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует.